Всем привет, с вами Арина и свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game EWord. Сегодня в выпуске. Анонсирована увлекательная адвенчура Empathy. Были отменены закрытые бета-тесты ANNA2205. На TinoJoy 2015 показали трейлер и геймплей Kingdom Under Fire 2. На Gamescom 2015 будет объявлена дата выхода Quantum Break. В Mass Effect Andromeda будет огромное количество инопланетных рас. Появился новый видеоролик с игровым процессом Rise of the Tomb Raider. Еще на игровой выставке E3 2015 многие фанаты серии Tomb Raider смогли вдоволь насладиться игровым процессом такой многообещающей игры. И вот в новом видеоролике, который появился на официальном канале серии, играющие делятся своими впечатлениями. Но в этом видеоролике интересно не то, что игроки делятся своими впечатлениями от игры Rise of the Tomb Raider. Более интересно то, что в опубликованном видеоролике проявились новые эксклюзивные кадры игрового процесса. Особенно завораживают в данном видеоролике разнообразные экшен-моменты. К примеру, когда Лара Крофт убегает от какого-то обвала, либо же сражается с медведем. Не обошлось и без стандартных сражений с людьми, где можно применять самые нестандартные способы борьбы, к примеру, бросив горящую канистру с бензином и многое другое. Это игра возвращается в основном, в классическом способе. Я просто думаю, что это потрясающе. Ребут был фантастический, и я знаю, что Rise of the Tomb Raider будет еще лучше. Поэтому я очень рада. Я хочу увидеть какие-то тумбы, я хочу увидеть какие-то пузыли, и я хочу увидеть Лара! Анонсирована увлекательная Адвентюра Эмпаси. Издательство Iceberg Interactive совместно со шведской студией Pixel Night анонсировали интересную и нестандартную адвентюру под названием Эмпаси. Сюжет игры строится вокруг эмоций, которые стали привычными объектами реального мира. В мире игры Эмпаси общество людей находится в руинах. Более того, даже сама реальность буквально разлеталась на кусочки, которые теперь летают в пустоте. Единственное, что осталось от медленно погибшего мира – разнообразные повсюду эмоции и воспоминания людей, которые по известным причинам приобрели физическую оболочку. Игрокам предстоит бродить по сюрреалистичному миру от первого лица, попутно изучая и манипулируя разнообразными застывшими в этом мире эмоциями, и постепенно прокладывать дорожку к пониманию того, что именно привело к такой губительной катастрофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Были отменены закрытые бета-тести ANA 2205. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новость не из самых приятных, ведь студия BlueBite решила отменить свой запланированный бета-тест многообещающего градостроительного симулятора ANA 2205. Игра была анонсирована еще на выставке E3 2015, где разработчики и пообещали провести два закрытых бета-тестирования. Причем ЗБТ будет доступна лишь тем, кто оформил предварительный заказ игры. И вот сегодня разработчики заявляют о том, что они отменяют закрытое бета-тестирование игры. Причем они даже не удосужились объяснить причину такого решения. Что касается тех людей, которые ради этого оформили предварительный заказ, вас будут ждать разнообразные внутриигровые бонусы, о которых, кстати, станет известно немного позже, заявила студия BlueBite. И мы напоминаем, что ANA 2205 это шестая по счету игра из серии ANA. Релиз игры был запланирован на 3 ноября, но игру также обещают показать еще и на Gamescom 2015. На TinoJoy 2015 показали трейлер и геймплей Kingdom Under Fire 2. На мероприятии ChinoJoy 2015 разработчики Kingdom Under Fire 2 представили первый трейлер и геймплей игры. В опубликованном трейлере продемонстрированы уникальные огромные создания. В показанном геймплее продемонстрирована крупномасштабная битва. Кроме этого, от разработчиков стало известно, что их игра будет представлена еще на грядущем Gamescom 2015. Но вот только интервью они дадут лишь европейским СМИ, что не может не огорчать. А мы напоминаем, что Kingdom Under Fire 2 это продолжение культовой игры, авторы которой обещают создать в игре увлекательный сюжет с шокирующей концовкой. Кроме этого, в игре появятся новые персонажи, более масштабные сражения, где смогут принимать участие несколько сотен юнитов и три фракции. Цель каждой фракции – мировое господство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Gamescom 2015 будет объявлена дата выхода Quantum Break. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не для кого не секрет, что на данный момент Quantum Break является самым важным экскурсом. Эксклюзивом для платформ Xbox One. Игра, как известно, не появлялась на выставке E3 2015 и даже была перенесена на 2016 год. Но в скором времени компания Microsoft исправится, ведь на Gamescom 2015 привезут творение студии Remedy Entertainment Quantum Break. Самое интересное, что глава Xbox уже намекает на то, что на предстоящем показе будет наконец-то опубликована точная дата выхода Quantum Break. И босс компании Microsoft в своем твиттере вовсе ответил, что игроков ждут очень хорошие новости, которые касаются игры. Так что исходя из всего этого, вероятнее всего, что дата выхода игры все-таки будет объявлена. Хотя кто знает, что может ударить в голову разработчикам. Особенно учитывая, какой выдался этот год в плане игр. В Mass Effect Andromeda будет огромное количество инопланетных рас. Огромное количество подробностей, которые касаются Mass Effect Andromeda, находятся до сих пор в строжайшем секрете. Команда из BioWare лишь частично и иногда балует игроков новыми деталями. На этот раз они решили немного о подробности рассказать о других элементах жизни, которые вы, несомненно, сможете встретить в игре. Студия BioWare утверждает, что разнообразие разумных жизней в трилогии Mass Effect не было в приоритете. На этот раз разработчики такой ошибки не допустят. Инопланетяне на этот раз станут очень важной деталью игры. Если вспомнить трейлер игры, тогда сможете заметить, что в игре точно будут присутствовать Кроганы и Азари. Поэтому, помимо новых рас, в игре будут присутствовать и старые. Среди новых рас появятся Ремнанты и Хеты. Хеты будут являться заклятыми врагами в Mass Effect Andromeda, а вот Ремнанты будут представлять собой давно вымершую высокотехнологическую расу. Кроме этого, как и прежде, у главного героя будут компаньоны, состоящие из самых разных рас. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok